Уважаемые коллеги, дамы и господа, я рада вас сегодня приветствовать в мультимедийном пресс-центре «Мир России сегодня». И наш сегодня круглый стол, который объединил блестящих ученых, специалистов, людей, болеющих с большой буквой наукой, посвящен очень актуальной, значимой, но и самое главное, очень интересной теме, событию, которое уже в апреле 2021 года стартует и привлечет внимание на самом деле всего молодежного научного сообщества в области химии. Знания объединяют. 55-я Международная Менделеевская Олимпиада школьников по химии. Будем говорить сегодня об этом замечательном событии. Она стартует 20 апреля 2021 года. О том, как удалось сохранить традиции, почему 55-я, мы говорим сегодня, международная, объединяющая на самом деле и постсоветское пространство, и огромное количество стран, и школьников по всему миру на самом деле, на различных языках, как все будет организовано. Об этом сегодня со мной будут говорить великолепные спикеры. Позвольте представить основных участников сегодняшнего круглого стола. Александр Михайлович Чередник, исполнительный директор фонда имени Андрея Мельниченко. Здравствуйте. Также мы рады представить декана химического факультета МГУ имени Ломоносова, члена Кора РАН, председателя Арккомитета 55-й Олимпиады Степана Николаевича Калмыкова. Здравствуйте. Также я рада сегодня представить председателя совета директоров ООО МХК Еврохим Игоря Евгеньевича Нечаева. Здравствуйте. Также, коллеги, я рада представить доцента химического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидата химических наук, человек, который очень много сделал для Олимпиады, и был всё время с основателем, на самом деле, этого прекрасного действия и события, да, у основателя этой Олимпиады Наталью Николаевну Кузнецову. И сегодня также с нами находится один из победителей Олимпиады прошлого года, 54-й Олимпиады, и первый обладатель премии имени академика Лунина Илью Чайку. Илья, здравствуйте. И сегодня с нами также на связи в рамках международного видеомоста обсуждает все эти вопросы президент Международного Олимпийского комитета по химии, профессор Будапештского университета в Венгрии Габр Маргашпале. Я очень рада вас представить, рада, что вы сегодня все с нами участвуете в этом разговоре, а вести со мной сегодняшний круглый стол будет профессор химического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор, простите, доцент химический, доктор, ну вот, сокращение все наши всегда приводит к таким неточностям, простите, доктор химических наук Александр Кириллович Глазилин. Спасибо. А я с большой радостью представляю главную ведущую сегодняшнего мероприятия, начальника управления проектов в области образования и социальной сферы, руководителя проекта «Социальный навигатор МИА Россия сегодня» Наталью Владимировну Тюрину. Спасибо вам большое, Александр Кириллович. Большая честь сегодня вместе с вами вести это замечательное событие. И в первую очередь я хотела бы передать сейчас микрофон декана химического факультета МГУ имени Ломоносова, Шенкор Ран, председателя Оргкомитета Олимпиады, 55-й Олимпиады, юбилейной, Степана Николаевича Калмыкова. Спасибо большое. Ну, для меня очень большая честь, во-первых, начинать нашу пресс-конференцию, наш круглый стол сегодня. Прекрасный девиз, который вот мы видим перед глазами, знания объединяют. И это действительно так. Я просто чуть-чуть захватил время такой активной, интенсивной, холодной войны. Я должен сказать, что действительно, вот несмотря на полные политические разногласия между какими-то политическими элитами, учёные, носители знаний всегда находили общий язык, всегда существовала так называемая научная дипломатия, которая происходила как раз неформально на различных конференциях, в различных научных обсуждениях. И образование – это, естественно, тоже объединение людей самых разных стран, с самыми разными политическими, экономическими системами, которые, может быть, не очень друг к другу хорошо относятся на политической арене. Но ребята объединяют вместе вот эта вот тяга к знаниям, тяга к современной науке, тяга к тому, чтобы овладеть этими знаниями, тяга к тому, чтобы их использовать за тем, ну не побоюсь громких слов, на благо всего человечества. Ну вот некая гордость тоже меня я испытываю в связи с тем, что химики, химики прежде всего Московского университета – это единственные, кто сохранили бывшую всесоюзную Олимпиаду по химии. И прежде всего в этом заслуга академика Валерия Васильевича Лунина, который, к сожалению, от нас ушел чуть больше года назад, человек, который сделал огромную работу по сохранению наследия, которая на самом деле в течение очень долгого времени формировалась при проведении всесоюзной Олимпиады. И на самом деле при нем как раз вот эта такая трансформированная всесоюзная Олимпиада, которая стала Менделеевской Олимпиадой, она действительно стала полноценной международной Олимпиадой. Количество участников сейчас сильно превышает страны бывшего СССР. У нас очень много стран из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья. Опять же, стран сугубо с разной политической ориентацией, скажем так. Страны, которые, может быть, не очень дружат на геополитической арене, но они посылают своих ребят и на самом деле очень прекрасно, действительно, знания объединяют. Но я хочу сказать о том, что важнейшая вещь, об этом сегодня тоже, наверное, мы много раз будем возвращаться, что вот крупный бизнес, он не просто как-то спонсорски поддерживает эту Олимпиаду, но уже вторая Олимпиада, в которой фонд Андрея Мельниченко является соорганизатором. То есть это не просто дать деньги и забыть, а это полноценное участие в той повестке дня, которую мы формируем и которую вот 20 апреля мы запускаем в рамках нашей 55-й, но в какой-то степени тоже юбилейной международной Менделеевской Олимпиады. Спасибо большое. Огромное вам спасибо, Степан Николаевич, за организацию, за поддержку, ну вот, не знаю, такое, за базовое основание. Вы говорили сейчас об истории и о большом вкладе как раз Валерия Васильевича Лунина как раз в основание и в историю Олимпиады. Когда мы готовились к сегодняшнему разговору, мы пересматривали материалы, они очень трогательные. Наталья Николаевна, огромное вам спасибо, на самом деле, за поддержку этого движения. Наталья Владимировна, вы абсолютно правы, роль Валерия Васильевича трудно переценить. И если вы позволите, я задам Наталье Николаевне несколько вопросов. Все мы наблюдали абсолютную вовлеченность, беззаветную преданность Валерия Васильевича Олимпиаде и наблюдали изнутри. И то, что он был не только идейным руководителем, он был душой всей Олимпиады. А как глазами домашних эта вовлеченность Валерия Васильевича выглядела? Наталья Николаевна, пожалуйста, микрофон возьмите. Ну, я думаю, что все здесь присутствующие хорошо знают, каким обладал необыкновенным талантом Валерий Васильевич привлекать людей и увлекать людей своими идеями. Вот идея проведения Олимпиад школьников любого ранга, начиная со школьной, с областной, с городской, но уже я не говорю об этом любимом его детище Менделеевской Олимпиаде, он всегда во всех принимал участие. И мы все домашние тоже принимали с ним вместе участие, потому что мы знали по именам всех победителей, мы знали обо всех проблемах, которые существуют при организации в той или иной степени. И, ну, старались во всем его поддерживать. Просто вот это был такой человек, который из всего делал добро, и это вот был основной его посыл в жизни. Спасибо большое. А как Вы считаете, какую вот часть времени Валерий Васильевич тратил на работу со школьниками? Мы знаем, что у декана, Степан Николаевич, безусловно, подтвердит, у декана такого крупного образовательного подразделения, как химический факультет, очень много забот. Это и наука, и образовательный процесс для студентов, и какие-то договорные отношения с партнерами. И, наверное, в 90-е, в начале 2000-х далеко не все руководители такого уровня понимали, насколько важно работать со школьниками. А Валерий Васильевич, нам кажется, очень много времени тратил. Вы видели это постоянно. Как, на Ваш взгляд, какая доля времени у Валерия Васильевича была посвящена работе с подрастающим поколением? Ну, как сам Валерий Васильевич всегда говорил, самое важное для меня – это то, что я профессор Московского университета. Это моя жизнь, это мое призвание, это основная сфера моей ответственности. Второе – школа. Потому что школа – это наше будущее, это наши дети, это преподаватели, которые не просто учат, а просто отдают свою жизнь своим детям и стараются привить им все самое-самое лучшее, чем они сами обладают. И Валерий Васильевич всегда говорил, что это необыкновенный такой подвиг учителей школьных и преподавателей вузов. И поэтому он, я считаю, что это было вот второй частью его жизни, как преподавателя, как человека, как ученого. Он понимал, что если не будет новых студентов, наука не будет развиваться, а студенты – это наши дети. Спасибо большое. Если позволите, завершающий вопрос в этой части. Откуда у Валерия Васильевича на все находились силы, как Вы думаете? Ну, просто он очень любил все, чем занимался. И, конечно, у него было необыкновенное стремление привлечь окружающих к этому. И вот я очень благодарна, Александр Михайлович, Вам за то, что Вы так его поддерживали всегда, поддерживали Олимпиаду и поддерживали факультет. И вот эта последняя прошлогодняя Олимпиада, где была очень ждена премия памяти Валерия Васильевича, это вот отдельное просто Вам за это огромное спасибо. А потом, как знаете, у студентов факультета есть такая поговорка, что если ты встретил на факультете Валерия Васильевича, он тебе улыбнулся, все, дальше все будет хорошо. Вот я думаю, что вот это и в основное, что его поддерживал. Так что, Степан Николаевич, улыбайтесь. Спасибо большое, Наталья Николаевна. Я предлагаю посмотреть небольшой фильм о Валерии Васильевичу Лунине и его роли в сохранении и развитии Менделеевской Олимпиады. Коллеги, пожалуйста, ролик. Ему ничего не стоило позвонить министру, позвонить начальнику департамента в министерстве, попросить у него помощи, попросить у него денег. Я всегда удивлялся той энергии и тем силам, которые имел Валерий Васильевич. Именно благодаря ему Менделеевская Олимпиада сначала выжила, а потом стала развиваться и выходить на новый уровень. Валерий Васильевич Лунин – это вообще уникальный человек. Валерий Васильевич – вот личные проблемы людей самых разных, самых простых, вот школьника простого, да, он воспринимал как свои. Наверное, он был олицетворением самой Менделеевской Олимпиады. Валерий Васильевич Лунин Корректор А.Егорова Валерий Васильевич Лунин Корректор А.Егорова Когда распадался Советский Союз, то все предметы Олимпиады, всесоюзные, были закрыты. Они стали российскими. Точно так же было предложено Министерством образования и науки тогда сделать эту Олимпиаду российской. Но мы были не согласны. Все химические общества бывших республик Советского Союза поддержали нас. И так родилась Международная Менделеевская Олимпиада. Это был, конечно, очень легкий и очень добрый человек. Вот каждый сотрудник химического факультета, каждый выпускник знает о том, как Валерий Васильевич ходил по факультету, когда лично здоровался с каждым встречным студентом, сотрудником, аспирантом, уборщицей, охранником. И вот эта добропорядочность, вот это вот доброе, открытое отношение к людям, оно без сомнения располагало всех, начиная от самых простых людей и кончая министрами Международной Менделеевской Олимпиады. Никогда бы не было, если бы не усилия Валерия Васильевича Лунина. Она ни разу не прекращалась, несмотря на всякие потрясения межгосударственные, мировые. И первые годы она проводилась в Москве и Подмосковье. И вначале было шесть государств, восемь государств. Постепенно Олимпиада расширялась, все новое, она называлась Международная Менделеевская Олимпиада стран Содружества и Балтии. И в 2013 году в Алма-Ате впервые собрались все 15 бывших союзных республик на Менделеевской Международной Олимпиаде, школьников по химии. Но к этому моменту уже присоединились новые государства, которые раньше не участвовали, не входили из Советского Союза. Это просто работа для других оказалась непосильной, а для Валерия Васильевича, мне кажется, это было очень естественное дело. Она давно уже перестала быть соревнованием школьников с постсоветского пространства. В середину 2000-х начали присоединяться страны, соседствующие, это была в основном Восточная Европа. Но последние годы к нам присоединились и продолжают присоединяться команды из разных уголков мира. Это и Нигерия, и Китай, и Израиль, сейчас Соединенные Штаты Америки. Олимпиада перестала быть уже региональной, стала правильным пониманием этого слова международной. И сейчас она является одним из двух самых престижных химических соревнований школьников. Несколько лет назад в Риге ЮНЕСКО обсуждало программу развития Олимпиад международных. И все нагласно признали, что по научно-методическому уровню Менделеевская Олимпиада не уступает Всемирной Олимпиаде, а превосходит. Он смог не только сохранить, но и приумножить, усилить те традиции, которые были в российской, в советской химии. Я очень надеюсь, что Менделеевская Олимпиада будет расти и развиваться. Это важно для всех нас и для тех школьников, для которых мы создаем эти задачи. На протяжении, наверное, 20 лет, нет, даже больше, 22 лет, я каждый год ходил с протянутой рукой по разным спонсорам, просил оплатить проживание, оплатить питание, транспорт. Все, конечно, шли навстречу. Три года назад Благодарительный фонд Андрея Мельниченко стал не просто нашим спонсором, а стал сейчас уже сорганизатором Международной Менделеевской Олимпиады. И мы за это очень ему благодарны. Надо сказать, что благодаря Валерию Васильевичу Лунину у нас очень быстро как-то так установились контакты, они стали очень продуктивными. Он еще был просто совершенно замечательный человек, но это же его детище Менделеевской Олимпиады. Мы постараемся очень, постараемся, чтобы память о нем сохранилась и многие люди узнали о том, что он когда-то сделал, совершил. Спасибо. Уважаемые коллеги, как уже отметила Наталья Николаевна, как мы видели сейчас в фильме, на самом деле Олимпиада международная по своему характеру является объединением и, наверное, такой большой точкой сотрудничества очень увлеченных людей, и ученых, и специалистов. И здесь, конечно, вклад фонда имени Андрея Мельниченко является достаточно очень значимым и весомым. Я хотела бы сейчас передать микрофон исполнительному директору фонда Андрея Мельниченко Александру Михайловичу Чередняку. Пожалуйста, Александр Михайлович. Спасибо. Я бы хотел, но здесь не прозвучало, несколько лет Олимпиада до нас финансировалась крупнейшей международной компанией «Еврахим». Собственно говоря, это наш холдинг, а когда возник фонд, естественно, что функции перешли идти к нам, как к фонду Андрея Мельниченко, основному бенефициару компании «Еврахим» и еще ряда компаний. Вы знаете, это вообще был замечательным проектом, мы его всегда поддерживали. Сколько существует фонд, столько мы совместно с компанией «Еврахим» всегда хотели, чтобы этот, можно назвать, как в современном обществе говорят, проект. Вот это большое такое начинание. Я бы сказал, что вообще изначально это было просто подвижничество, как у нас в России нередко случается. Так вот, жил, развивался. Ну, я думаю, что наш вклад, некоторые есть. То есть, увеличилось число стран, увеличился авторитет, усилился авторитет Олимпиады. Вот мы уже 55-ю проводим. Очень помнится в 2019 году Олимпиаду, 53-ю, которая проходила в Ленинграде, посвящена была 150-летию создания педагогической системы. К сожалению, это была последняя Олимпиада Валерия Васильевича. И вот мы говорим о его роли сегодня. Ее очень трудно переоценивать. Мне тут даже тяжело говорить немножко. Так, сдружились за короткое достаточно время, ну, наверное. Но вот, вот, его нету. Постараемся, чтобы Олимпиада жила дальше. Спасибо, Наталья Николаевна. Спасибо большое. Спасибо вам, Наталья Николаевна. Как уже вы все знаете, сегодня на пресс-конференции присутствует победитель прошлогодней Олимпиады и первый обладатель приза в памяти Валерия Васильевича Лунина, Илья Чайка. И, наверное, это первая такая крупная пресс-конференция, такое мероприятие для Ильи. Наверное, он должен был бы волноваться, но вот я смотрю на него и вижу, что он совсем не волнуется. Илья, а как вы себя ощущали, волновались ли вы, когда вы узнали, что победили, какие у вас были эмоции? Ну, я порадовался, что выполнил все свои цели на эту Олимпиаду. Ну, я хотел написать лучше, чем кто-то из нашей команды, не хуже, чем кто-то. И я радовался, что сделал это. А вообще, и место относительно всех участников тоже порадовался, но это было, наверное, не так важно, потому что я ни с кем из других стран не был знаком. Понятно. Спасибо большое. Если позволите, еще несколько вопросов. Ну, вот бытует такое мнение, что олимпийцы, участники Олимпиад, которые достигают определенных высот, очень многим жертвуют, что у них фактически нет детства. А сколько времени вы тратили на подготовку? Тяжело ли вам было готовиться к Олимпиаде Менделеевской? И что вы можете посоветовать тем участникам Олимпиады, соревнования которых еще впереди? На самом деле, довольно сильно от времени зависело то, сколько времени я трачу на подготовку. Иногда были времена, когда я неделями совсем ничего не делал. Ну, например, весной, когда все отменили, я совсем... Ну, отменились сначала Всероссийскую Олимпиаду школьников. Я уже подумал, что ничего не будет. И, наверное, несколько недель совсем не занимался. Но перед всеми Олимпиадами у нас были сборы или в Челябинской области, или в Москве перед Международными Олимпиадами. И там было... Ну, это было несколько недель довольно... Довольно плотным графиком занятий. Но... Поэтому это все зависло от времени. Иногда это несколько часов. Несколько... Много часов. Часов в 6-7 в день. Иногда не занимался неделями. Но обычно я старался хотя бы несколько... Две-три задачи решать в неделю, чтобы просто поддерживать себя в форме. То есть это что-то очень похожее на спорт, да? В чем-то. Но такой спорт в области химии. То есть надо себя в форме поддерживать. Ну, да. Мне советовал преподаватель мой так делать. Мне кажется, что это повлияло на то, что я смог быстро подготовиться после этого... После... Ну, подготовиться к отбору и к самой медведейской Олимпиаде. Ну, наверное, поддерживать форму это и есть Ваш совет тем ребятам, которые еще только будут выступать. Ну, и заключительный вопрос, если позволите. Вот с высоты Вашего нынешнего студенчества, как Вы смотрите на Вашу победу в Менделеевской Олимпиаде? Что это Вам дало в студенческой жизни? Наверное... Просто немного уверенности, что я могу... Что в области химии сейчас я... Ну, и чаще уверен, что я сделаю что-то правильно, что в правильном направлении думаю. И все. Спасибо Вам большое и дальнейших успехов. Спасибо. Илья, ну, если Вы не будете как бы убирать еще микрофон, я тоже позволю себе один вопрос. Вот на самом деле олимпиадное движение, вот мы уже говорили, почти большой спорт. Менделеевская Олимпиада – один из таких очень важных треков. Вы бы повторили вот сейчас эту историю? Если бы сейчас принимали решение, участвовать или нет? Ну, поучаствовать я... Наверное, так же летом я бы точно мог поучаствовать, потому что мне это нравится. Но сейчас у меня... Ну, это опять же нужно будет несколько недель плотно заниматься. И тяжело будет с учебой. Нет, я не обиду, если бы Вы вернулись назад и принимали решение. Если бы я вернулся назад, я бы, несомненно, поучаствовал. Спасибо Вам огромное. Мне кажется, что это такая прекрасная история, прекрасный опыт. Кстати, выиграть Олимпиаду МГУ, тем более по химии, да, это очень сильно непросто, скажем так. Олимпиадники говорят, что это даже более подчетно, чем выиграть там Всероссийскую Олимпиаду школьников. Ну да, это же Олимпиада более высокого уровня, поэтому и более подчетно. Спасибо. Ну, просто такие очень важные акценты, потому что нас сейчас ребята смотрят, и они задают вопросы. Мы видим здесь, кстати, от школьников, потому что сегодня нас смотрит вся страна и школы Российской Федерации. И они вот спрашивают, вообще вот как раз Вас спрашивали, а стоит ли в этом участвовать, имеет ли смысл. Ну, то есть они такие прагматичные, да, мы сейчас все с Вами. Александр Михайлович уже говорил о том, что этой Олимпиадой вот этого замечательного события, в котором школьники могут себя пробовать, да, и, как и я делала такие самостоятельные выборы, могло бы, ну, не сохраниться и не случиться, если бы не поддержка Еврохима, которая была до всегда на всех этапах и, безусловно, значимой и ключевой. Игорь Евгеньевич Нечаев, председатель Совета директоров АО «Еврохим». Почему Вы это делаете все эти годы? Дорогие друзья, дорогие коллеги, я думаю, что настало время вообще, и дорогие ребята, самое главное, да, настало время вообще, ну, улыбнуться, да, и понять, что этот год, он на самом деле год юбилейный, и юбилей нашей компании «Еврохим» ей исполняется 20 лет, 55 лет международной или общесоюзной Менделеевской Олимпиаде. Ну, есть еще один небольшой юбилей, это 10 лет с того момента, когда по просьбе Валерия Васильевича мы присоединились к этому олимпиадному движению и стали спонсорами, и стали партнерами вот этой вот Олимпиады. Ровно 10 лет назад это произошло, и на самом деле, ну, можно там множество раз еще вспоминать Валерия Васильевича, какой он был, но я думаю, что лучшей памятью Валерия Васильевича будет ежегодное проведение этой Олимпиады и ежегодные результаты тех ребят и тех талантов, которые они будут демонстрировать. И я думаю, что вот он где-то там с нами и видит это все, и понимает, что дело, которому он посвятил часть своей жизни, оно продолжается и будет продолжено, а самое главное, оно будет продолжено не пожилым, не старшим поколениям, а молодежью, то есть самое лучшее, что может быть. С точки зрения нашей компании, еще раз говорю, что она молодая, ей 20 лет, и та инвестиционная программа и те стратегии, которые мы разрабатываем, они все направлены на строительство новых современных производств по наилучшим доступным технологиям, как сейчас модно говорить, и с высокоэффективных, энергетически эффективных, экологически эффективных, то есть самых-самых-самых. И мы понимаем, что без подрастающего поколения просто-напросто мы отстанем от времени и не сможем, не готовя кадры, не вкладываясь в кадры, мы не сможем просто-напросто эксплуатировать эти предприятия, суперсовременные, суперэффективные. Поэтому вот та работа, которую мы проводим в течение этих 10 лет, венцом которой является Менделеевская Олимпиада, и вот то, что фонд Мельниченко, и вот Александр Михайлович непосредственно, как исполнительный директор этого фонда, та работа, которую мы проводим совместно, результат ее это как раз вот те ребята, которые сидят сегодня в зале, которые там через несколько лет займут соответствующие должности в производственных процессах, в руководящих процессах, в стратегических процессах, в энергетических процессах, ну во всех процессах, которыми связано производство продукции, которые мы достаточно много экспортируем, много продаем в России. Вот, все это направлено в принципе на это. И то, что вот фонд Мельниченко, и там Александр Михайлович непосредственно, вот его энтузиазм, и та эстафета, которую он принял у Валерия Васильевича, вот, и продолжает это дело, в том числе и развитие фонда с точки зрения дополнительного образования талантливых ребят, талантливой молодежи, это работа, которая в конечном итоге должна увенчаться новыми кадрами для новых производств и новым качеством кадров, молодежи, которая придет к нам, вот, закончив эти дополнительные, получив это дополнительное образование, закончив ведущие университеты, не только России, но и мира, вот. Вот, и, соответственно, венцом вот этой вот работы образовательной является вот эта Менделеевская Олимпиада. Что бы я еще хотел сказать? Я бы хотел сказать, что та работа, которую сейчас проводит фонд, она достаточно многогранна, и последние два года мы практически во всех городах присутствия компаний или начали строить, или построили, или уже запустили вот эти вот центры дополнительного образования, куда приходят ребята после школы, и где они получают возможность работать с самыми современными технологиями, не только в химии, но и в физике, и в робототехнике, и в IT-сферах. Вот, и эту программу, она у нас развивается, и мы ее дальше будем продолжать. Почему это важно, я уже сказал, но мы надеемся на то, что там через пару лет, через пару, через три года у нас появятся уже новые кадры, новое поколение ребят, которые придут с новыми знаниями, с новыми навыками, и постепенно обновление кадров, оно произойдет уже на новой технологической основе. Поэтому вот то, о чем мы сегодня говорим, непосредственно Менделеевская Олимпиада, те юбилеи, о которых мы сегодня говорим, и та работа, которая сегодня проводится, ну, вообще, естественно, государство, благодаря национальному проекту образования, здесь тоже помогает, губернаторы регионов, в которых мы присутствуем, тоже помогают, Министерство образования регионов, где мы присутствуем, тоже помогает. Но самое главное, что вот у нас есть надежда, что подрастающее поколение, которое придет к нам через два-три года, вот, оно будет уже высокообразованное, и сможет работать на том оборудовании, которое мы к этому времени приобретем на тех мощностях, которые мы к этому времени построим. Вот, поэтому я хочу пожелать вам всем, здесь присутствующим, успехов в том деле, которым вы занимаетесь. Хочу пожелать, вот, память Валерия Васильевича хранить, и в поколениях ее продолжать вспоминать про него ежегодно, как минимум, да, вот, ну, а самое главное, учиться, учиться и развиваться, и готовиться к тем вызовам, которые нас ждут в ближайшем будущем. Спасибо. Игорь Евгеньевич, огромное вам спасибо. Если позволите, вопрос вам, Александр Михайлович, потому что вот наши уже зрители тоже нас спрашивают, а есть ли победители Олимпиады, Менделеевской Олимпиады, во-первых, которые работают в Еврохимии, да, сегодня, ну, то есть, которые те, кто вернулся, те, кто случился, те, кто состоялся в химии? На сегодня нет, но мы надеемся, что будет. Как правильно Игорь Евгеньевич сказал, ближайшие 2-3 года. Мы их ждем. Сегодня, видимо, они находят более интересные сферы деятельности, но мы их ждем, ждем в нашей компании. Современное производство, современное производство, это вообще передний край, не только, в общем-то, производство, а и науки уже сейчас так. складывается, потому что, вот если взять у нас маленький пример, у нас в Кингисеппе Ленинградской области запущено буквально как раз в 2019 году, юбилейном том самом, новое производство аммиака и карбамида. Это на сегодня сама совершенная в мире установка по производству вот этого важнейшего удобрения, которым весь мир пользуется. И вот побывать там, понять эти принципы, управлять этим правильно, использовать это, развивать все вот это. Это действительно нужны современные люди с современными подходами и современным образованием. Так что мы, конечно, ждем. Спасибо. Будет ли диплом олимпиады участника победителя таким, ну не знаю, дополнительным пригласительным билетом для приема на работу в компанию? Несомненно. Спасибо огромное. Мы ждем, очень надеемся, что победители олимпиады закончат в год и придут к нам на работу. Огромное вам спасибо, Игорь Евгеньевич, за поддержку. Я просто хотел, чтобы это вот как раз все ребята услышали, да, школьники и родители, и педагоги, потому что это очень важный такой аспект. То есть самое главное, что самые современные производства, то есть это не просто олимпиада, как соревнования, ну скажем так, знания, да, а это то, где дальше вы сможете себя реализовать. Это очень важно. Спасибо большое, коллеги. Я думаю, не вызывает сомнений то, что для таких крупных событий, как Менделеевская олимпиада, очень важным является международное сотрудничество. Позвольте обратиться к нашему коллеге, профессору университета Иштофта, председателю Международного олимпийского комитета по химии, господину Габберу Магерфалви. Добрый день, Габбер. Могли бы вы сначала осветить важность Менделеевской олимпиады для школьников именно из Венгрии? Огромное спасибо за приглашение. Я рад за несколько дней до Олимпиады поучаствовать в этом мероприятии. Это почетная традиция в России проводить лучших учеников, организовывать для них научные олимпиады. У нас в Венгрии те же традиции, к счастью. Нас приглашали на эту олимпиаду раньше, и сейчас мы ее ждем. Подготовлены очень интересные задачи для олимпиады. И вот такие ученики, как Илья, который перед нами выступал, будут решать все эти задачи. Это задачи, так сказать, науки и естествознания, природы. Я здесь также представляю другую олимпиаду, международную олимпиаду по химии, в которой участвуют 90 стран. Ранее говорилось, что наука, научные олимпиады – это настоящий международный процесс. Наши ученики, студенты учатся по всему миру. И Еврахим и другие крупные компании получают победителей подобных олимпиад. У меня есть знакомые. Я не буду называть, в какой компании он работает, чтобы не называть конкуренты. Но все эти выпускники, участники олимпиады работают по всему миру, и в США, и в России, и в других странах. То есть в Словакии у нас есть доктор-выпускник Московского университета, также участник олимпиад. Международный аспект – это прекрасная часть олимпиад, там нет политики. Часто ученики из, скажем, Израиля, Пакистана, арабских стран, Индии, все на равных участвуют. Я также здесь, потому что, и меня пригласили, потому что мы планируем также провести в Будапеште Менделеевскую олимпиаду. Это, пожалуй, будет первая такая олимпиада не в стране, а бывшего Советского Союза. Мы дважды пытались в прошлом году и в этом году, но вирус нам помешал, поскольку трудно сейчас путешествовать. Но с помощью фонда Мельниченко мы надеемся все-таки провести у нас олимпиаду в следующем году. И главное сейчас убить вирус, с одной стороны, надеясь, что к следующему году все образуется. Конечно, трудно представить, что Валерия Лунина с нами больше нет. Он нас пригласил, он предложил эту идею провести, олимпиаду в Будапеште. Трудно поверить, что он не сможет в Будапешт приехать. Конечно, это была бы для нас огромная честь. – Большое спасибо. Надеемся, что скоро окажемся в Будапеште. Если позволите, такой вопрос. Мы знаем, что вы активно вовлечены не только в Менделеевскую, но и в Всемирную химическую олимпиаду. И сегодня уже несколько раз звучало, что это две ведущих химических олимпиады. Могли бы вы отметить какую-то специфику, именно вот то самое важное, что присуще именно Менделеевской олимпиаде? С точки зрения науки могу сказать, что в Международной олимпиаде там больше правил, больше ограничений из-за, пожалуй, большего разнообразия, может быть, стран представленных, задачей Менделеевской олимпиады. Там нет вот этих особых правил, ограничений. И предлагаются вопросы, которые по-настоящему стимулируют творческий подход учеников. В Менделеевской олимпиаде больше проверок, больше раундов. И наши ученики считают, что в Менделеевской олимпиаде сложнее участвовать, там более сложные задачи, сложнее победить, сложнее получить высокие оценки, решая поставленные задачи. Большое спасибо, удачи команды Венгрии на 55-й Менделеевской олимпиаде и надеемся, что до скорой встречи в Будапеште. Спасибо вам. И давайте поговорим сейчас, может быть, более подробно, во второй части нашего сегодняшнего разговора, о том, как ведется подготовка сейчас олимпиады, как организован весь процесс, как работает жюри, кто входит в его состав. Ну, то есть такие очень важные, на самом деле, элементы и детали, которые интересны всем. И я хотела бы адресовать группу этих вопросов снова Степану Николаевичу. Спасибо большое. Ну, наверное, к сожалению, второй раз мы проводим олимпиаду в дистанционном, в режиме онлайн. И это, естественно, не потому, что у нас какие-то сложности или мы ленимся делать ее полноценной, как она была всегда и включала в себя два тура, и экспериментальный, и теоретический, вернее, наоборот, теоретический и экспериментальный. На самом деле, конечно, причина в том, что действительно международная олимпиада и границы сейчас все закрыты, перелететь невозможно, собрать ребят сейчас невозможно. Но очень мы надеемся, что, наверное, это было хорошо, если бы это был последний вот этот год, когда мы проводим в режиме онлайн. А дальше мы вернемся, естественно, в обычный режим. Ну, вот очень хорошие есть цифры по тому, как растет число стран-участников. У нас до 10 апреля идет регистрация национальных команд. И на данный момент 27-28 команд уже точно подтвердили, и, вероятно, где-то число близкое будет к 30. То есть, опять же, это в два раза больше, чем количество союзных республик в составе бывшего СССР. И действительно, страны, в том числе дальнего зарубежья, участвуют, ну вот в Венгрии уже мы сейчас об этом говорили, Австрия, Болгария. Я, значит, из таких крупных, больших индустриальных стран, это Китай, участие Китая, что без сомнения, конечно, нам очень важно. Ну и в будущем, я надеюсь, что будет только увеличиваться это число. 140 ребят, 140 ребят, плюс их там наставники, участвуют в Олимпиаде. Ну и для нас тоже очень важно, что вот помимо вот этого духа соревновательности, который, естественно, Олимпиада любая, наверное, воспитывает. И это очень здорово, потому что понятно, что потом ребята попадают не только в стенах университета, а прежде всего во взрослой жизни, в очень конкурентную среду, где на самом деле в той или иной степени соревнования это просто, ну, является некой нормой жизни, да. Такова уж, наверное, психология человека. Поэтому вот участие в Олимпиаде – это, конечно, развитие вот таких, с одной стороны, командных, а с другой стороны, индивидуальных, значит, показателей, характеристик, черт, характера и воспитания в себе вот в том числе неких навыков внутренних, которые позволяют в конкурентной и конкурентной среде чувствовать себя комфортно. Ну и, естественно, для нас это не только вот соревнования между ребятами, это еще и попытка показать им современную науку, показать им современных ученых. У нас всегда, когда проходят в тех или иных, значит, местах, университетах, значит, научных центрах, Олимпиады, это всегда тоже сопровождается и знакомством с тем или иным университетом. Вот как раз в Ленинграде на базе Санкт-Петербургского государственного университета, значит, фактически историческое здание – это и знакомство с самим университетом, знакомство со старыми корпусами, которые располагаются в центре Ленинграда. Но, помимо всего прочего, мы запланировали в этот раз несколько не только приветствий, но и небольших лекций для ребят от ведущих ученых, которые на самом деле сейчас определяют всю химическую повестку дня, научную повестку дня. Я сейчас пока хочу сохранить некую интригу, мы сейчас проводим окончательное согласование с теми, кто у нас будет приветствовать ребят, с теми, кто у нас будет читать эти лекции, но я хочу сказать, что это уровень Нобелевских лауреатов. Я хочу сказать о том, что у нас на открытии будет приветствие от международного, от генерального директора ИЮПАК, это Международный союз по теоретической и прикладной химии. Это та международная организация, которая, ну, вот из того, что знают все, наверное, даёт название новым химическим элементам. На самом деле там очень много направлений работы, это номенклатура всех соединений, для того, чтобы просто химики на одном языке говорили в разных странах. Это европейское химическое общество, с которым мы очень дружим и в работе которого мы активно участвуем, я имею в виду российские химики, от них будет приветствие, от членов Академии наук, от зарубежных членов Академии наук. Ну вот будет некий, я надеюсь, сюрприз, который мы на открытии для, соответственно, участников и для, на самом деле, всех желающих, потому что это будет записано. Можно будет потом на сайте посмотреть, как происходило открытие, как происходили эти лекции. Ну, что очень важно, у нас второй раз, благодаря Еврохиму, благодаря фонду Андрея Мельниченко, у нас будет премия Валерия Васильевича Лунина, Академика Лунина. Ну, на мой взгляд, это тоже очень хорошая премия, это премия, которая, ну, в том числе, как-то материально ребят стимулирует, ну, не так плохо школьнику получить пять тысяч условных единиц денежных, да, просто, я не знаю, наверное, это не секрет, да, это хорошие деньги, на мой взгляд, и, опять же, это такой некий соревновательный дух в ребятах воспитывает, и, на мой взгляд, очень-очень правильная вещь и память о большом человеке, обоснователе этой Олимпиады, и, соответственно, некая такая хорошая мотивация для участников. Спасибо. Спасибо вам огромное. Действительно, очень важные, значимые детали. Друзья, я приглашаю всех, как минимум, ну, открытие точно посмотреть, даже если, ну, вот, нам дает возможность, поиск, поскольку это будет идти в таком прямом открытом эфире, даже для тех, кто не будет участвовать непосредственно, не станет участником Олимпиады, вы можете просто хотя бы, ну, посмотреть и прикоснуться к этому миру большой науке, мне кажется, это очень такой знаковый момент. Насколько мы все знаем, состав сборной России определён, и, Александр Михайлович, мог бы вас попросить представить сборную России, которая будет выступать на 55-й международной Менделеевской Олимпиаде? Спасибо за эту честь. И я бы хотел сейчас огласить состав сборной России на 55-й Менделеевской Олимпиаде. Епифанцев Степан Александрович, Сунц, НГУ, город Насибирск. Ржомин Георгий Михайлович, школа 1568, город Москва. Михайленко Владимир Сергеевич, Республиканский лицей для одарённых детей Республика Мордовия. Михайленко Святослав Владимирович, извините, Вадимович. Это средняя школа номер 8, Мытищи, Московская область. Саидова Камила Магомедовна. Центр образования и спорта Москва, 98, город Москва. Сорокин Артём Олегович, Сунц, Московского государственного университета, Москва. Трофимов Александр Евгеньевич, гимназия номер 9, Свердловская область. Терин Андрей Сергеевич, школа 1329, Москва. Чаркин Тимофей Андреевич, школа Летова, Москва. Шарыгин Алексей Александрович, Вологодский многопрофильный лицей, Вологодская область, город Вологда. Игорь Евгеньевич, видите, наши земляки продолжают традиции. Вологодская область. Спасибо. Уважаемые коллеги, спасибо. Спасибо, Александр Михайлович, за объявление участников. Мы искренне поздравляем и Новосибирск, и Москву, и Республику Мордовию, и Московскую область. На самом деле, большая география участников со всей страны, которые будут представлять Российскую Федерацию в этом году. И пока мы с вами, коллеги, так подробно и внимательно рассматривали вопросы и организационные, и говорили о том, что будет происходить с точки зрения содержания в отношении Олимпиады, мы получили целую группу вопросов. Я буду признательна всем спикерам, если мы сможем на них ответить, потому что нас спрашивают и ребята, и взрослые в отношении Олимпиады, уточняют для себя те или иные моменты. Но мне кажется, вы знаете, вот этот вопрос очень важный, который сейчас прозвучит, он такой, наверное, даже глубже, чем просто организационно-технологический. А как вы оцениваете уровень подготовки российских школьников, тем более мы сейчас только что представили российскую команду, по химии в сравнении с другими странами-участницами, то есть по сравнению с теми, кто из других стран будет участвовать в Олимпиаде? И как вы полагаете уровень участников российских по сравнению с прошлым этапом советским периодом? Потому что всех волнует вопрос, качество образования наше изменилось или нет. Поэтому вопрос в контексте Олимпиады звучит так. Вот та российская команда, которую сейчас Игорь Михайлович представил, она так же сильна и прекрасна, как участники от Советского Союза? Или что-то во время не изменилось? Прокомментируйте, пожалуйста. Кому вопрос? Ну вот к тому, кто будет готов. Отвечать, Степан Николаевич, начнёте? Может быть, я начну. Да, мне на самом деле сложно, наверное, сказать про школьников Советского Союза, потому что я сам был школьником, и сложно изнутри так это оценивать. Но я хочу сказать, что вот нынешние команды наши и в Менделеевской Олимпиаде, и вот это последние годы, когда мы этим активно, я стал активно этим интересоваться, заниматься, она не падает. Я считаю, что самое приятное, и вот то, что Александр Михайлович сейчас зачитал, это не только крупные города, не только Москва, но и провинция. Ну и всегда есть наблюдение, это мы просто по поступлению ребят, можно сказать, что всегда вот основу тех, кто поступают на химический факультет Московского университета, это ребята из сильных школ. То есть вот такие школьные учительские традиции, где есть хорошая химия, где ребят хорошо не только учат, но и заинтересовывают химией как наукой, вот оттуда у нас большая часть, большая часть ребят. И я смотрю, что многие вот те, кто у нас, значит, были перечислены, это тоже наши, на самом деле, ну то, что называется, будущие клиенты. Уровень, уровень вот постоянную, на самом деле, да, то есть вот химический факультет, опять же я могу по статистике поступления сказать, что вот мы берем из 220 примерно бюджетных мест на химическом факультете около 65-75 вот в этом диапазоне олимпиадников. То есть это люди, ребята, которые очень способные, которые целенаправленно выбрали химию в качестве, значит, своей будущей жизни, в качестве своей будущей профессии. И они, что самое приятное, что абсолютное большинство победителей и призеров вот этих олимпиад первого уровня, они идут как раз, ну вот, к нам в Московский университет. Здорово. Мне кажется, вот как раз классика, да, вот отношение как раз химии определяет эти моменты. Наталья Николаевна, может быть, Вы вспомните, если мы говорим о первом периоде проведения олимпиады, еще в советское время, да, вот сейчас школьники изменились, участники олимпиады или нет? Ну, мне кажется, что химия, в этом смысле, особенная наука. Если ей человек интересуется, он будет заниматься, это не имеет значения, какой период, просто он ее любит. А тот, кто не любит химию, он и не пойдет к нам учиться, потому что это, во-первых, непросто, во-вторых, это надо очень много знать, очень много уметь и просто посвящать себя этому. Поэтому я считаю, что и прежние дети, и теперешние одинаково. Все, кто любит химию, все идут на химпак. Спасибо. Да, конечно, Александр Михайлович. Я бы сформулировал так. Современные участники сборной России вполне достойные продолжатели, ни хуже, ни лучше. Вот достойные продолжатели своих предшественников. Советская сборная в Советском Союзе химия была очень сильна. И, к счастью, мы можем совершенно спокойно сказать, что наши российские школьники достойно продолжают эти традиции. Достаточно посмотреть. Ну, опять-таки, мы можем хвалить Менделевскую Олимпиаду. Но, да, действительно, как минимум пять человек у нас получают золотые медали и сборные. Но это же самое подтверждается на Международной Олимпиаде. И они справляются с ним. Это как раз о качестве современного. Спасибо. Ну, вот, действительно, я просто... И самое страшное, на Менделевской Олимпиаде. Александр Михайлович, совершенно точно, что на фоне других команд мы, ну, однозначно, не только не хуже, но и всегда в призерах. Вот даже, опять же, если не говорить о Менделевской Олимпиаде, а Международной Олимпиаде, значит, то четыре золота в прошлом году. Это, конечно, очень-очень хорошие позиции. То есть всегда в лидерах мы... И это всегда так было, на самом деле. Гавр, могу я вас попросить оценить, вот, как раз мы говорим, уровень подготовки команд из разных стран. Особенно, например, в контексте и вашей команды в рамках этого международного события. Конечно, мы всегда стараемся подготовиться, хорошо подготовиться. Все это меняется каждый год. Талантливые ученики, они попадают и в другие дисциплины, да. Но мы всегда радуемся, когда получаем медаль. Бывает это, может быть, не так часто. Но есть, конечно, и побольше страны, такие как Россия, Китай, США. Они, как правило, доминируют, у них больше учеников, которые приходят в химию. Это можно точно сказать. Но, конечно, талантливые ученики при этом приходят в химию со всего мира. И это нельзя не признать. Спасибо вам огромное. Спасибо за эту высокую оценку. Еще вопросы. Если позволите, Степану Николаевичу их адресую. Это касается тоже команды и организационных сюжетов. Если посмотреть на гендерный состав участников Олимпиады, спрашивают нас, кого больше привлекает химия, мальчиков или девочек? Вот химики, лирики, да? Или к гендерному составу команды существуют строгие требования? Ну, как вы ее формируете? 2 плюс 2, например. Нет, ну, конечно, требований никаких исходных нет. Требованием является только, соответственно, показать свои знания, чтобы попасть на Олимпиаду и пройти отбор, попасть на Олимпиаду и, соответственно, получить какие-то призы. И здесь никаких гендерных, естественно, установок нет и быть не может. Ну, вот в этом году мальчиков чуть-чуть больше получилось, да? Но в среднем, опять же, я могу сказать по статистике тех, кто выбирает химию, химию в качестве своей будущей профессии, кто поступает на химфакт, примерно 50 на 50. Но бывает чуть больше, чуть меньше. Значит, вот, скажем, там, 5 лет назад примерно был девочек чуть-чуть побольше. Было, там, скажем, 55-60%. Сейчас вот последний год поступления чуть-чуть мальчиков больше. Но в целом это разброс близкий к статистическому распределению, то есть к статистической погрешности. Примерно 50 на 50. И здесь главная способность человека. Спасибо. Мне кажется, знаете, такой мы сейчас подняли очень важный вопрос. Дело в том, что химию, к сожалению, выбирают сегодня не очень много школьников, да, по завершению, там, обучения в школе. Хотелось бы, чтобы это происходило больше. Вот мы буквально перед нашим мероприятием встречались с ректорами ведущих технологических университетов, да, Российской Федерации. Они все говорили о том, что как раз химия, физика, математика – вот те ключевые направления, в которых Россия сильна, где мы сильны этим знаниям. И в том числе хотелось бы видеть больше как раз выпускников и абитуриентов, которые бы, ну, увлекались химией, в том числе как вот таким большим направлением научного знания. Следующий вопрос мы получили как раз для Ильи. Ну, поскольку вы уже прошли Олимпиаду, да, вот пережили все эти тяжелые моменты. Скажите, пожалуйста, а вот тяжело, спрашивают нас, совмещать подготовку к единым государственным экзаменам, к выпускным экзаменам и подготовку к Олимпиаде? Я на самом деле не писал ЕГЭ в этом году, потому что оно совпало с Менделеевской Олимпиадой, но, наверное, все-таки это было бы довольно тяжело в плане не химии, а других элементов, других предметов. Но, скорее всего, в этом не было бы проблем. По крайней мере, весной я довольно много готовился к ЕГЭ, потому что я не знал, что не будет Менделеевской Олимпиадой. Надо будет. Спасибо. Еще есть вопрос к вам тоже. Ну, поскольку затронули вопрос премии и номиналу, естественно, что сразу ребят нас начали спрашивать, куда вы потратили такой замечательный фонд, куда вы их инвестировали. Расскажите, откройте эту тайну. На самом деле, я немного потратил при приезде в Москву, ну, просто все нужное себе купил, а так сейчас же все равно есть всякие ограничения, и поэтому я почти не тратил ничего. Спасибо. Ну, то есть они у вас остались как инвестиции? Вы планируете дальше использовать? Ну, планирую, что если мне что-то захочется сделать или что-то приобрести, то займусь. Это ваш личный инвестиционный фонд. Здорово. Спасибо большое. Ну, вот, простите, что такие личные вопросы, но вот интересно же, да, всем, если получил такую огромную премию, то куда, собственно говоря, ее дальше тратишь? Может быть, пошли учиться там, какие-то курсы брать дополнительные. Еще вопрос, он тоже связан непосредственно с Олимпиадой, с организацией. Тоже спрашивают ребята. Ну, мы понимаем, началась большая приемная кампания, поэтому вопрос такой естественный. Какие преференции дает победа на Олимпиаде? Мы понимаем, что она международная, но вот если вы озвучите, просто еще раз, я буду вам признательна. Вот, и, ну, дает ли она шансы, я просто отдам эту возможность ответить как раз вам, для поступления в профильный университет, не только МГУ? Ну, вы знаете, здесь, вы знаете, что на стране существует вот целая система олимпиадная, да, и есть олимпиады различного уровня, и олимпиады так называемого первого, вот этого уровня, они имеют преференции по поступлению в ВУЗы. Там очень жесткие, чисто формальные требования по вхождению вот в этот вот, значит, пул олимпиад первого уровня, их на самом деле не так много, но я имею в виду по химии. Значит, мы сейчас вот думаем над тем, чтобы сделать и постараться, может быть, как-то изменить правила МГУ, чтобы тоже попасть в пул в этот первого уровня, но не, как говорится, не пересматривая фундаментальные основы того, как проходит наша олимпиада. Но я хочу сказать другое, что на самом деле это, в общем, не так важно, потому что вот те ребята, которые побеждают на МГУ, это такие сильные ребята, что они еще в нескольких олимпиадах побеждают, они все равно приходят в химию, все равно приходят к нам, и многие из них приходят как победители тоже олимпиад и поступают, соответственно, достаточно легко на химический факультет, в другие вузы. То есть вот как бы с нашими участниками такой проблемы нет, слава Богу. Спасибо большое, Степан Николаевич, за столь подробный ответ. Наталья Николаевна, следующий вопрос, позвольте тоже адресую снова вам. Поскольку олимпиаде, вот она 55-я, юбилейная, 55 лет, это очень большой период, выросло несколько поколений. И нас спрашивают, стал ли кто-то из участников или победителей олимпиады прошлых лет каким-то известным химиком? То есть не просто пришел до химии, получил профессию, стал ученым, а оказался какой-то выдающейся личностью. Может быть, вы знаете такие примеры? Александр Кириллович. Спасибо. Вот это замечательный пример. Валентин Георгиевич Нинаденко, тоже победитель Менделеевской олимпиады. И очень много наших сотрудников, молодых сотрудников, ну, молодых для меня сотрудников, тоже победителей Менделеевской олимпиады. И они все продолжают работать и помогать в организации Менделеевской всемирной олимпиады. Принимают большое, такое активное участие, составляют задания с большим интересом. И причем это в течение многих лет очень увлеченно все работают. А так у нас есть наши выпускники, которые стали известными учеными. Они, может быть, не принимали участие в олимпиаде, но все учились в химических классах и в школах с химическим уклоном, что так раньше это называлось. Спасибо. Блестящий пример. Александр Георгиевич, вам микрофон. Мне кажется, что сейчас просто должны поделиться, во-первых, своим личным опытом, как участник олимпиады прошлых лет. И вот в вашей жизни олимпиада какую роль сыграла? Ну, понятно, что вы делали выбор, но между тем. Спасибо большое. На самом деле есть некоторая разница в восприятии олимпиады, когда ты в ней участвуешь. Это действительно больше соревнований, это больше спорт, и думаешь о том, как лучше бы выступить самому. Когда начинаешь олимпиаду организовывать, то уже думаешь, как сделать интересной ее для ребят, которые участвуют. И задачи бывают, иногда получаются, более сложные, более простые. А мы всегда стараемся делать задачи креативные. И здесь приходит радость, когда вот эти сложные, креативные вопросы ребята берут, вот искренне радуешься за них. Мне даже трудно сказать, что интереснее. Наверное, организовывать олимпиаду интереснее. И мне она очень много дала с точки зрения мировоззрения. И, может быть, что еще очень важно, она мне дала огромное количество коллег, друзей, с которыми мы поддерживаем отношения, и профессиональные, и человеческие. То есть это некая общность людей, это некий мир такой очень интересный. Спасибо вам. Могу ли я попросить всех участников сегодняшнего нашего разговора, поскольку мы говорим, олимпиады стартуют очень скоро. Все в таком собранном состоянии, я это переживала, уже на старте, ты уже просто нервничаешь, волнуешься. И в этот момент очень важно то самое, скажем, важное напутственное слово, которое может сказать будущим участникам, наставники. Александр Ильич, может быть, вы начнете? Именно как в прошлом, как участник и победитель Олимпиады. Я думаю, что надо не волноваться, надо понимать, что на Олимпиадах жизнь только начинается, она не заканчивается. Это промежуточная остановка, это некий такой пересадочный пункт, из которого надо, безусловно, двигаться дальше, двигаться только вверх. Я, конечно же, желаю всем достичь максимального результата, сделать тот максимум, который каждый готов к настоящему моменту. Но если вдруг чего-то не получится, не опускать руки, проанализировать и двигаться только дальше, только вперед. Спасибо. Наталья Николаевна. В наше время сейчас можно, в первую очередь, всем пожелать быть здоровыми. Это вот самое главное пожелание. А так вот я абсолютно согласна с Александром Кирилловичем, что это надо воспринимать, ну, как, не как вот такое стремление к победе, как квест. Вот ты для себя должен решить, что ты должен пройти это соревнование. И не бойтесь, самое главное, не бойтесь. Это очень интересно. Химия – это вообще самый интересный наук на свете. Спасибо вам. Игорь Евгеньевич. Я хочу сказать, что все участники этой Олимпиады и следующей, они все уже являются победителями, потому что они в ней участвуют. Они уже взяли на себя вызов участвовать, постараться победить. И поэтому всем вам победы, независимо от того, будете вы в призерах или не будете. И двигаться дальше, не останавливаясь ни на чем, не боясь ничего, потому что вся жизнь впереди, и нужно ее пройти как можно успешнее. Успехов. Спасибо. Агабр, могу вас несколько слов попросить сказать, как слов пожеланий командам? И просто наслаждайтесь вот этим прекрасным вызовом, который предлагает вам химия. Спасибо. Прекрасное пожелание. Илья, вы от лица, скажем так, молодого поколения, что бы вы пожелали участникам Олимпиады этого года? Наверное, я бы пожелал удачи, чтобы те мысли, которые возникают у тех, кто решает, ну, у участников, когда они читают задачу, они совпадали с мыслями авторов, чтобы они сразу поняли, про что задача, что нужно делать, и тогда у них, несомненно, все получится. Спасибо. Тогда сразу передаю микрофон автору, непосредственно, Степану Николаевичу. Ну, здесь действительно очень хорошие слова были сказаны. Я вот, то, что Оксана Кириллевна сказал, что на самом деле это действительно ни в коем случае ни руки не должны опуститься, что это только начало всего. Ну, и на самом деле я хотел бы еще одну вещь пожелать, которая не была здесь озвучена. В реальности чаще всего занятие наукой, она, это занятие, которое ты изо дня в день делаешь зачастую достаточно рутинные вещи. И только своим трудолюбием, только целеустремленностью, иногда месяцами ты доходишь до какого-то, вот когда открывается картина, открывается какая-то полянка, условно говоря, да, и ты можешь сказать, что вот ты сделал какое-то маленькое открытие. Очень редко бывает так, что ты пришел в лабораторию, там, ну, что-то какие-то манипуляции сделал, что-то слил, у тебя вдруг получилось и прям вах, да. Чаще всего, на самом деле, это долгая, рутинная работа, я не побоюсь этого слова сказать, рутинная, каждодневная работа, которая требует самоотдачи, которая требует трудолюбия очень большого, и только когда ты вот вложил всего себя, и это не там, несколько дней, как на Олимпиаде, да, это фактически непрерывный труд в режиме, ну, 7-24, потому что ученые, понятно, что это не только когда он пришел там на работу, потом ушел, да, мыслительный процесс идет постоянно, ты что-то домысливаешь, когда ты дома, когда там, на мой взгляд, спишь даже и так далее, на отдыхе, только тогда это приносит удовлетворение, потому что у тебя постепенно открывается какая-то картинка, картина мира, маленький кусочек этой картины мира, вот это очень важно, это на самом деле то, что в целом отличается от Олимпиады, когда это короткое, яркое событие, и когда быстро получается результат, да, в виде победы, но тем не менее, опять же, еще раз повторю, что Олимпиада это важнейшая соревновательная часть нашей жизни, и это действительно очень здорово тренирует такой, скажем, дух соревновательного ребят. спасибо. Ну и, конечно, Александр Михайлович, поскольку, как даже, я не сказала бы, один из отцов основатель. Нет, я не отец основатель, там один отец основатель, Валерий Васильевич Лунин, мы продолжатели всего. Продолжатели. Так вот, что бы хотелось пожелать, ну, Олимпиада это соревнование, соберитесь в кулак, и выдайте все, то, на что вы способны, и помните, что вы представляете свою страну. Спасибо. Спасибо вам большое, Александр Михайлович. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые участники сегодняшнего нашего большого круглого стола, уважаемые журналисты, мы искренне рады пригласить вас всех к участию, к освещению, к соучастию, к той огромной большой работе, которую проводит замечательный оргкомитет по организации проведения 55-й международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. Мы призываем всех включиться, соучаствовать, эмоционально сопереживать, болеть по-хорошему, это же олимпиада, в том числе за нашу российскую команду, и болеть, собственно, за ребят, которые будут представлять разные команды со всего мира. Давайте сделаем этот большой праздник науки по-настоящему интересным, фантастическим, но и, самое главное, запоминающимся на всю жизнь. Огромное всем спасибо, и мы приглашаем вас как раз к участию в этом замечательном празднике. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok